Всем привет! Один из самых часто задаваемых вопросов на моем канале, это типа, сколько зарабатывают американские школьники? Вот нам прям интересно, потому что у нас там ближе к 18, начинают идти на работу, а до этого, возможно, какие-то подработки. А как обстоят дела в Америке с этим? Как американские подростки добывают себе деньги? И я решил, реально, я же вам не рассказывал, почему бы не создать отдельное видео о том, сколько примерно платят американским подросткам, какая минимальная зарплата, со скольки, главное, официально, чтобы вам вот прям наличкой отсчитывали деньги и платили, сколько лет там должно быть и всякие такие подробности в интересном формате. Поэтому в этом видео, сколько получают американские подростки, когда они начинают работать и какие роды деятельности в основном они практикуют. Немного правила, установленные законом США, это то, что работать вы можете очень ограниченно с 14. С 15 у вас немного больше возможностей и все в основном начинают работать потихоньку с 15, потому что вот в 15 это уже хоть начинает быть похоже на работу. Дальше в 16 у вас уже вообще меньше ограничений и 17 это практически 18 и у вас там уже вообще практически нет никаких ограничений по работе. Так вот, в 15 лет, если вы учитесь в школе, а большинство в 15 лет учатся в школе, вы можете работать, чтобы не прокуливали школу, так и сделали, вы можете работать не больше 3 часов после школы в будний день или не больше 8 часов там по праздникам или, например, выходным. И в общей сумме вы должны работать не больше 18 часов в неделю. Немного вы скажете, но на самом деле да, хотя мы сейчас дойдем к зарплатам и вы поймете, что американские подростки, работая по 3 часа в день, могут зарабатывать намного больше, чем люди в России и в принципе покрывать какие-то свои там нужды в плане купить телефон там или чего-то такого подобного. Если же это лето, то вы можете работать не больше 8 часов в день, а это уже нормально, это практически полноценный рабочий там 10, 8, у кого 12-часовой рабочий день и не больше 40 часов в неделю. То есть выходные у вас, полноценные выходные и каждый день вы, например, с 10 до 6 работаете, это практически полноценный день. Поэтому летом часто подростков берут всякие лагеря, вожатыми и так далее в 15, в 16, в 17 и порой даже оплачивают билеты. И это очень распространенная практика в Америке, потому что подросткам немножко меньше надо платить, а тут считайте, вы едете, вы зарабатываете деньги летом, вы еще где-то отдыхаете, потому что скорее всего там, если вы живете в Калифорнии, вас могут, например, взять, ну, в Неваду, например, в Лас-Вегасе вы в лагере и считайте, у вас там месяц-два, возможно, все лето в Лас-Вегасе. И будет что потом рассказывать, то есть это круто. Мне нравится то, что правилами вот не ужимают, ну, работать работайте нормально, только есть ограничения. Если вам 14, 15, 16, 17, в общем-то, вплоть до 18 лет и вам еще нет 18, то вы не можете работать прямо на жестких работах, типа шахтер, типа стройка, грузоперевозка, кстати. Но если вам все еще 14 или 15, вас не подпустят даже в пекарню, то есть все, что есть колющее, режущее и горячее, с законом ограничено. Но, тем не менее, одна из самых популярных работ, например, побыть у кого-то нянькой и порой за это платят официальные деньги. Вы там, не знаю, все лето будете у кого-то нянькой, там 3 месяца это достаточно нормальный срок. Или, например, помочь по городу, это тоже считается работой и вы, в принципе, можете ее там с 15 осилить, там помидорчики посадить, это не такая трудная работа, вам могут разрешить работать. На самом деле, они такую интересную дыру в законе сделали, что если вы хотите вот прям жестко зарабатывать деньги, работать в Макдональдсе и такие, да, но если вдруг вы захотите благотворительно поработать на штат, посадить деревья, например, в субботник, то вы можете неограниченно это делать хоть 24 в часа сутки. Вот такую небольшую дыру в законе они сделали. В чем плюс для вас, подростков, которые здесь находятся или собирают приехать, или вообще вы интересуетесь, это то, что если взрослым могут поставить какие-то условия, там какое-то время ты будешь работать за 4 доллара 25 центов в час, это какие-то прям самые, самое дно минимальной зарплаты, и потом их там уже повышают до нормальных, то есть у каждого города есть своя планка минимальной зарплаты. В Калифорнии колышется минимальная цена, потому что она большая, но там где-то в городах типа Лос-Анджелеса, Сан-Франциско это 15, 15,5, или в городах немножко подальше, одних это может там 10,7 быть, или там 10,5, такого плана. Но если вы взрослый, это среднеамериканская система, вам могут сказать вот типа пока что поработай, не знаю, недельку за 4,50 в час, но если вы подросток и вы хотите работать, то вам не имеют права дать зарплату меньше, чем 7,50, то есть у вас уже фора, и поймите, 7,50 это минимальная цена. Это минимальная зарплата в час, и то в час, но считайте неплохо, поработали 10 часов, получили почти 80 долларов, это например если летом 80 долларов, конвертируется в 10 дней, это уже 800 долларов. Если вы работаете месяц, это 2,400, а за 2,400 вы можете осуществить почти все свои подростковые мечты, а поработая так все лето у вас уже будет 7,200, а 7,200 это уже огонь машина, я вам скажу тут. Насчет минимальной зарплаты разобрались, давайте я вам расскажу о том, какие самые популярные работы на моем опыте, по статистике, я в основном скажу свой опыт, потому что я это вижу уже на протяжении практически 2 лет, и я понимаю кто чем занимается в среднем. Перед тем, как я вам назову всяких интересных работ, хочу сказать то, что я заметил, то есть они в Америке понимают, ну вот типа я уже могу работать, в принципе я могу получить разрешение, и они начинают уже по-настоящему выкручиваться разными вариантами, какими только могут. Например, очень популярно тут, это когда вы идете в магазины типа Ашана, но они не как Ашана, например, если кто знает Метро, это где вы можете купить, например, блоком ММДемс, допустим, просто пример, или там желейных конфет, или там коробку каких-то конфет, огромезную, ящик приносишь, покупаешь за 50 долларов. В принципе, есть много вариантов, где их можно взять, 50 долларов для американского подростка не такая большая сумма, он берет и дальше поштучно продает одноклассникам, потому что, как правило, у американского подростка всегда в загашнике где-то есть пару долларов, это я вам так скажу, то есть они пошкрябали в портфеле, бах, у них уже 2 бакса насобиралось, и вы понимаете, что 50 пачек в закупке вышли вам дешевле, например, за 30 долларов, а вы продаете одноклассникам по доллару, и они не откажутся, потому что это небольшая накрутка. Доллар это для них вообще немного, то есть вы или бутылку воды купите, или там чего-то такого, то есть по-любому пойдет на какую-то безделушку, и вы по сути почти 50% себе навариваете, и потом, когда вы распродаете все, а они порой ходят прям с коробками, где написано, бери, брат, вот отвечаю, хороший товар, и выходит, что за несколько дней из своих 30 долларов подросток может превратить их в 50, допустим, и это неплохо, а если это масштабировать, и они вот таким образом больше пытаются зарабатывать, чтобы не идти куда-то на работу. Следующий вариант, например, у меня одноклассник, это такой уже необычный вариант, что-то с биткоинами пробовал, но это отдельная тема, то есть там уже все погасилось, упало, я не знаю, что у него сейчас, но он еще пробовал на дропах Supreme редкие коллекции, вот выцепляет, покупает за 150 долларов, продает на eBay за 300. Тут уже большой навар, но всегда есть риск того, что бах, и ты не попал в целевую аудиторию, ты не продал, но тем не менее, насколько я знаю, он там кепки покупал, суперходовой товар, прям быстро все делал с нескольких компьютеров, там у него была замороченная система, и он мог там долларов 300 в месяц на этом наварить, что тоже, согласитесь, со мной неплохо, если вы просто делаете это, ну типа как хобби просто. Еще одна моя одноклассница рисует арты, она очень красиво рисует на планшете специальном, знаете, рисовальном, и она вот просто продает по 5 долларов, хочешь картину нарисуй, вот тебе, 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 вот как-то так, то есть вот такие мелкие предприниматели, страна капитализма, так сказать. Также очень часто соседи не против того, чтобы им помогли дети, допустим, посидеть с ребенком, то есть соседи, в принципе, знают друг друга, потому что вы можете видеть на заднем плане, у них почти везде одноэтажная застройка, сама Америка, по сути, одноэтажная, и вы знаете соседей, потому что, ну вот, типа, сколько вам, вам надо всего лишь 5-6 соседей запомнить, и все друг друга знают, и достаточно часто бывает, что там, хочешь, помоги, я там тебе пятерик дам, или там, не знаю, конфеты цыплю, что-то такого, тоже соглашаются, тоже мелкая подзаработка, там, пошел потом в Макдональдсе, поел, ну типа как пример. Вы не поверите, но одна из самых популярных работ, это доставка чего-то ногами, там, если в 16-17 у вас уже, скорее всего, будет машина, и вы вполне можете доставлять Амазон и так далее, то, когда вам 14 или 15, и вы еще, скорее всего, не получили права, хотя там уже ближе к 16, между 15 и 16 можно есть возможность получить права, тем не менее, большинство не получает там до 16, возможно, даже до 16 с половиной или 17. И очень популярно это на велосипеде доставка каких-то мелких товаров, микро-USB, такого всякого, и за это платят в среднем в Калифорнии где-то 10-11 долларов в час, в принципе, как и за раздачу листовок. Так, неплохо, согласитесь со мной. Еще одна такая лазейка, ее даже лазейкой нельзя назвать, это вы можете работать, как я вам рассказал, у кого-то в огороде, например, не знаю, ландшафтный дизайн, у меня одноклассник работал в 15 в компании ландшафтного дизайна. Вы в 15 не можете там дрели всякие, шуруповерты и так далее, пилы использовать, потому что бах и руки нету, они за вас волнуются, так сказать, но тем не менее, вы можете их подавать, не использовать, подавать, помогать, выгружать с грузовика, помогать выгружать это, мусор убирать, собирать и всякая такая мелкая рабочая работа, заметьте, не на стройке, а именно там ландшафтный дизайн и чего-то такого, укладка травы, например, помощь там, не знаю, полив и так далее, это все мелкая работа, которая может сэкономить рабочим часы, а то и дни. И вы можете быть как спасателем для них, потому что они могут зарабатывать там 15-20 долларов в час, а вы будете помощником, ассистентом и получать для себя неплохие деньги в размере 10 долларов и выше, по факту где-то выше, там возможно даже 13-14 долларов в час. Вы можете получить работу на заправке, там где-то помогать, что-то тоже подавать и это будет где-то 8 и плюс долларов, это средняя американская где-то статистика. Если вы хороший плавун с рождения или приобрели эти способности, то вам могут платить достаточно много, 10-11 долларов в час, за то, что вы будете просто сидеть у бассейна, держать себя в руках и ждать, пока кто-то начнет тонуть или будет нуждаться вашей помощи и нырнуть. Вообще для тех, кто любит вот просто посидеть и ничего не делать, важно сосредоточиться на бассейне, не в телефоне сидеть, заметьте. 10-11 долларов вам за спасателя будут платить в общественном бассейне. Еще одна популярная штука, это когда подростки делают такой большой, покупают ватман, только у них есть ватманы, которые вот где-то отсюда и они вот так вот так вот так вот так идут, подождите, еще вот так и так и так и так и так и так и так. И потом возвращаются и на ней пишут вот так длинно. Car wash, это значит, что они горят желанием помыть вашу машину И за это они будут получать в среднем 15 долларов в час Независимо от того, устроят их на автомойку, где тоже будут платить около 15 долларов в час Или они будут сами это делать, где возможно получится даже больше Детские подработки, такие как продажи лимонада или помыть машину Никто не запрещает и полиция особо не разгоняет Какие-то такие самые популярные работы На самом деле, если вы там уже продвигаетесь и не первое лето работаете в какой-то из этих сфер Потому что в основном эти цены там где-то по дну ходят На самом деле, если вы там зарекомендовавший себя сотрудник, например, прошлого лета И этим летом хотите устроиться к тому же боссу, например То вам могут поднять зарплату до 20 долларов в час Просто для того, чтобы не нанимать кого-то, не учить его снова Если вдруг вы работаете очень быстро и очень хорошо Поэтому, несмотря на то, что эти цены уже хороши, вы можете всегда получить больше А на этом все, всем спасибо за просмотр Я надеюсь, вам понравился этот выпуск С вами был Данил Пай, всем пока-пока